Дорогие друзья, я рад всех приветствовать. Буквально подождем еще пару минут и начнем с нами вместе нашу вечернюю онлайн тренировку. Для тех, кто не знает и вновь подключился, меня зовут Нурмагометов Кайрат. Я являюсь заслуженным мастером спорта России по кикбоксингу, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, дважды обладателем Кубка мира и дважды был признан лучшим кикбоксером планеты среди всех. Эта премия была присуждена мне иностранными судьями. Я рад вас всех приветствовать. И сегодня мы с вами проведем небольшой курс кикбоксера, можно сказать, краткое введение в школу кикбоксинга. Все будет абсолютно просто. Из подручных средств что нам понадобится? Нам понадобится всего лишь одно полотенце для общей физической подготовки, для того, чтобы постелить его как коврик. Если у вас есть коврик, можно воспользоваться ковриком. И бутылочка воды для того, чтобы исполоснуть горло. Друзья мои, скажите, пожалуйста, как меня слышно, видно, прекрасно ли, либо плохая связь, звук, свет, как вы меня видите? Пожалуйста, обозначьтесь кто-нибудь. Как меня видно, слышно? Пока что все молчат. Слышно, не слышно? Дорогие друзья, я сразу бы хотел вас всех предупредить, что сегодня тренировка будет... Дарья, спасибо большое. Мирон, огромное спасибо, что вы слышите, что вы с нами. Еще раз повторю, что данная тренировка, она не подразумевает под себя профессионализм. Она не нацелена на профессиональных спортсменов. Она нацелена именно на простого обывателя, на гражданина, который вечером в период самоизоляции, карантина, либо ввиду просто невозможности посетить тренажерный зал, подключился к нашему эфиру и хочет с нами позаниматься. Если меня отлично видно и слышно, то мы начнем с вами нашу онлайн-тренировочку. Дорогие друзья, она будет состоять из нескольких частей. Первая, основная, можно сказать, первая, это самая главная часть нашей тренировки, это разминка. Я считаю все-таки, что разминкой нельзя пренебрегать и нужно к разминке относиться очень ответственно. Разминка – это залог вашего здоровья, разминка – это огромное-огромное начало для подготовления вашей работы. Даже знаете, большая дорога начинается с маленького шага, и разминка – это как раз тот самый шаг, который поможет вам перейти к большой дороге. Второе, что мы с вами будем выполнять, это основная часть. Я покажу вам базовые элементы кикбоксинга и расскажу, как, используя их, не умея даже использовать их правильно, для похудания, для обычной кардионагрузки. Если вы захотите, мы с вами проговорим и вопросы по питанию, по спорту, абсолютно по всему. На протяжении прямого эфира вы можете задавать мне абсолютно любые вопросы. Я на них на все отвечу с удовольствием, но по окончанию. Поэтому не огорчайтесь, если по ходу упражнений, по ходу тренировочного процесса не успеваю, либо не отвечаю вам. Обязательно в конце я пролистаю все комментарии и с каждым поговорю, побеседую и расскажу. Ну что, а сейчас мы начинаем. Простите, я, пожалуйста, опущу чуть-чуть камеру ниже и отойду на несколько шагов назад. Вот так. Хорошо ли вы меня слышите, видите, поставьте там плюсики, галочки. Дорогие друзья, наша разминка начинается сверху вниз. Обязательно с мышц шеи нельзя начинать разминку с тяжелых упражнений, со сложных. Поэтому самое базовое упражнение это ножки на ширине плеч, ручки на пояс и наклоны головы вперед и назад. Обязательно возвращаемся в исходное положение. Команда раз, наклон головы вперед, два, исходное положение, три, наклон головы назад, четыре, исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение это наклоны головы со стороны в сторону. От простого к сложному. Все наши упражнения идут от простого к сложному. Также на четыре счета. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение это повороты головы, и в этом же отрезке мы будем выполнять круговые вращения. Начинаем с поворотов. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Закончили. И здесь же выполняем круговые вращения. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Хорошо. В кикбоксинге очень большое внимание уделяют разминке шеи, потому что много ударов приходится принимать как в скользь, так и в створ по защите. Иногда даже получается, что попадают в голову. Поэтому для того, чтобы избежать травм, микросотрясений и всевозможных защемлений шейных позвонков, нужно обязательно хорошо готовить шею. На профессиональных тренировках, конечно, мы на разминке используем отягощение, даже помощь рук, мы используем помощь полотенца, но на данном этапе мы не будем использовать. Следующая группа мышц, о которой мы будем разминать, это наши кисти. Выполняем круговые вращения, кисти в замок, 4 в одну сторону, 4 в другую, после этого выполняем некую волну кистями, кисти сжали в кулачки, провернули в одну сторону, в другую, отлично, прорабатываем по 8-12 повторений. Хорошо. Следующее упражнение. Ручки вытянули перед собой, силой сжали кулачок, напрягли предплечье, расслабили, растянули пальчики, сжали кулачок, напрягли предплечье, расслабили. Тоже 5-7-8 раз, не больше. Обязательно нужно хорошо разминать пальчики, суставную сумку, кистевую сумку, для того, чтобы все удары, которые вы будете выполнять в контактных тренировках, они будут приходиться на ваш кентус. Кентус это по-японски название двух костяшек. Ну, вообще всех костяшек, но мы наносим удар на два кентуса. Поэтому, чтобы не перегрузить ваши кисти и не травмировать, обязательно их нужно хорошо разминать. Следующее упражнение. Ручки держим перед грудью и выполняем рывки руками. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стой. Следующее упражнение. Рывки руками. Только сейчас мы будем выполнять в вертикальной проекции. Соответственно, правую ручку мы поднимаем вверх, левую опускаем вниз и начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Круговые вращения в локтевом суставе. Это любимое упражнение боксеров, кикбоксеров. Потому что в момент удара мы всегда есть шанс, есть возможность травмировать наш локоть. И поэтому к нашим локтевым суставам нужно всегда относиться очень внимательно. Поэтому ручки выпрямляем перед собой и выполняем круговое вращение. Ощущение, как будто мы, впечатление точнее, как будто мы пытаемся намотать огромную веревку, либо проволоку на моток. То есть раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В обратную. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Также можно попеременно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Можно одновременно. Можно разноименно, одноименно. То есть, тысячу вариантов. Для родителей, которые смотрят сейчас наш эфир с Минспортом, которые только подключились и продолжают подключаться, пожалуйста, обратите внимание на эти упражнения именно для детишек. То есть, многим детишкам будет интересно позаниматься вот именно в таком формате. Следующее упражнение, которое я тоже сильно рекомендую для вас, это развитие вашей плечевой сумки. Хоть сегодня мы его уже тронули, но сейчас мы еще раз проработаем. Ручки вперед, выполняем круговые вращения. Четыре вперед, четыре назад, четыре вперед, четыре назад, четыре вперед и четыре назад. Отлично. После этого, для того, чтобы также подогреть интерес ребенка к вашему, точнее к тренировочному процессу, для того, чтобы не заставить, а направить ваше чадо на путь истины, на то, чтобы он занимался спортом, обязательно заинтересуйте его. Есть замечательное упражнение, которое связано с координацией. Задача выполнить такие же круговые вращения, но теперь разноименно. Соответственно, правая рука вверху, левая внизу и вам нужно одновременно сделать вращение. Левой рукой мы вращаем в одну сторону, правой в другую. Соответственно, левой назад, правой вперед. И после этого меняем положение рук. Попробуйте дать это упражнение вашему ребенку, либо сделать самому, будет очень интересно и это подогревает интерес к спорту. После плечевых суставов мы обязательно переходим к разминке нашего корпуса. Соответственно, также много движений выполняются, которые на скручивании, на вращении. Поэтому самое простое и легкое упражнение, с которым мы начинаем на эту группу мышц, мы ручки ставим на пояс и выполняем наклоны. Пружинистые. Два, три, четыре, влево, вернулись в исходное положение. Два, три, четыре, вправо, вернулись в исходное положение. Два, три, четыре, влево. Раз, два, три, закончили. Хорошо. Дальше чуть-чуть усложняем. Будем работать на прогиб в пояснице и на наклон вперед. Обязательно следим за тем, чтобы глаза не опускались в пол. Смотрим строго вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, закончили. Хорошо. Следующее, уже более интересное упражнение мы будем выполнять. Круговые вращения. Но они будут более специфические, потому что ручки мы будем держать у подбородка. То есть наша привычка – боевая стоечка, фронтальная стоечка. Именно все боксерские движения. То есть продолжаем. Хорошо. Из этого упражнения мы переходим в следующее. Соответственно, корпус теперь у нас остается на месте. Так, одну минуточку. Я камеру немножко опущу вниз, чтобы вам было меня прекрасно видеть. То есть обратите внимание, я отошел на еще более длинную дистанцию. То есть ручки также у нас на корпусе, на тазу. Прошу прощения, на поясе. Спинка прямая. Корпус теперь неподвижен. Вращается у нас только таз. Вращение тазом. Круговые вращения тазом. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. В обратную. Раз, два, три, четыре. Здорово. Следующее упражнение. Ножки ставим вместе. Ручки перед грудью. И разноименно в прыжке проворачиваем таз и плечики. Разноименно. То есть тазом поворачиваем влево, плечиками вправо. Смотрите, какое движение будет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Хорошо. Следующее упражнение. Будем выполнять наклон к правой, вперед и к левой ноге. На четвертый счет мы обязательно должны прогнуться в поясничке. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Я отойду еще чуть дальше носа, чтобы у меня была хороша лита. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Хорошо. После того, как вы размяли спинку, обязательно переходим к растяжке. Растяжка достаточно щепетельный момент, ему нужно уделять огромное количество времени. А еще лучше посвящать даже в неделю целую тренировку на растяжку. Сейчас мы выполним с вами самые простые упражнения, которые помогают мне в тренировочном процессе, чтобы грамотно подготовить ноги к работе. Первое упражнение это выполняем выпад вперед. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, правая ножка выполняем вперед, шаг и в этом позиции остаемся и вытягиваем ножку на 2-3 секунды. Выполнили выпад, потянули, растянули бедро, переднюю поверхность, заднюю поверхность. Хорошо. Вернулись назад. Следующий шаг выполняем левой ногой. Так же. Шагнули вперед, выпад, потянулись. Хорошо. Поменяли по 3-4 раза на каждую ногу. Будет достаточно. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Хорошо. До этого мы выполняли наклоны к правой, вперед к левой ноге. Сейчас мы возвращаемся к этому, но на том упражнении я не сказал один момент, что постановка ног должна быть на полторы ширины плеч. Сейчас же мы ставим ноги на две ширины плеч и выполняем наклон. Каждой ноге, но со статикой. Напоминаю для тех, кто не знает, статика это удержание в процессе нагрузки. То есть выполнили. Раз, два, три, четыре. Выпрямились. Вперед тянемся локоточками. Раз, два, три, четыре. Выпрямились. К левой ноге. Раз, два, три, четыре. Выпрямились. Хорошо. Небольшую часть, ножки мы затронули, огромную часть в спорте влияет, точнее, тазобедренный сустав. И так же. И к нему нужно уделять огромное внимание. В кикбоксинге мы много наносим круговых ударов, ударов на вращение, ударов ногами. Поэтому сейчас мы с вами, я вам покажу упражнение, которое отлично помогает подготовить ноги так же к дальнейшей работе. Выполняется оно следующим образом. Круговое вращение в тазу. Три, четыре вращения левой ногой изнутри наружу. Три, четыре вращения правой ногой изнутри наружу. Хорошо. И теперь в обратную сторону выполняем. То есть накручивали в одну сторону, а теперь в другую. Раз, два, три, четыре. Обязательно попробуйте это упражнение. И так просто стабилизироваться и остаться на одной ноге. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Немножко потянули. Голеностопный сустав. Голеностопный сустав немножко потянули. Сейчас я покажу вам еще одно упражнение, которое я так же люблю выполнять. Называется махи ногами. Для того, чтобы нанести удар ногами, существует несколько техник, несколько практик. Одна из них это бить за счет растяжки. То есть все знают, что такое растяжка. Я немножко так даже нагнусь, чтобы меня было хорошо видно. А растяжка это когда вы садитесь соответственно на шпагат, можете выполнить мостик. Любое движение связано с подвижностью и с пластичностью ваших мышц. То есть растяжку можно как приобрести, так она может быть и враждебная. То есть соответственно у одного человека более предрасположен генетический. То есть более мышцы суставы, пластичные. Он хорошо проворачивается. Другой человек, например, как я. Он очень деревянный. Ему сложно сесть на шпагат. Сложно повернуться, сделать какой-то поворот. Либо развернуть свой таз. Тоже это имеет место быть. Поэтому для таких людей специально мы используем второй вариант. Это вариант бить ногами не за счет растяжки, а за счет маховых движений. Дорогие друзья, буквально две минуты я отвечу на появившиеся вопросы. И продолжим нашу тренировочку. Так. Здесь у нас вопрос. Зиатхан Пиралиев написал лучше. Спасибо, Зиатхан. Большое. Мы стараемся прославлять нашу родину во благо нашего флага. Тренировки лучше проводить босиком или можно в кроссовках. Если на то позволяет покрытие, то, конечно, я рекомендую босиком. Если у вас есть мат, то да, босиком. Если вы тренируетесь дома, то как босиком, так и в кроссовках. По сути, никакой разницы нет. Но когда вы тренируетесь босиком, ваши ножки привыкают, привыкают к покрытию. И ни в коем случае нельзя тренироваться в чешках и в носках. Если вы будете тренироваться в носках, в момент удара ногой вы можете потерять равновесие и травмироваться. Поэтому обязательно берегите себя, берегите здоровье. Здоровье это всегда выходит на первый план и наша задача не навредить. Следующий вопрос у нас был. Добрый день, подскажите, с какого возраста можно начинать тренировки в этом виде спорта? Тренировки по кикбоксингу можно начинать абсолютно с раннего возраста. То есть есть группы, где набирают из 4 лет, из 6 лет, из 10 лет. Кикбоксинг очень разнообразный вид спорта. У нас есть целых 7 разделов, соответственно, от мягкого до супер жесткого. В определенные разделы, например, самые жесткие, такие как К1, где можно наносить удар коленом, где можно наносить удар с разворота рукой под названием бэкфист. В этих разделах можно участвовать только с 14 лет. Во всех остальных разделах можно как с 7, с 6, с 9 лет проводиться спарринги, но официальные соревнования в среднем с 9, с 10 лет. Но, конечно, рекомендую отдавать детей как можно раньше в спорт, чтобы дети привыкали к дисциплине, чтобы дети оздоравливались и закалялись. То есть не обязательно ребенка отдать 4 года, чтобы его учили бить. В 4 года его может потихонечку приучать к бегу, к прыжкам, координировать его, учить играть в футбол, в баскетбол, в хоккей. И учить его обязательно дружбе и командному духу. Я не хочу ни в коем случае хаять, либо как-то ругать командные виды спорта, но я могу заверить вас, что у единоборцев братство, дружба всегда стоит на первом месте. И единоборцы всегда друг за другом горой и никогда не дают друг другу в обиду. Это отличительная черта людей, которые бьют друг другу лица на тренировках, но вне зала становятся лучшими друзьями. Поэтому задавайте свои вопросы, друзья, мы еще раз вернемся к ним. А сейчас я продолжу нашу тренировочку. Так, с вашего позволения я еще раз наклоню камеру немножко. Меня хорошо видно, все меня слышат. Я отхожу снова на дистанцию и показываю вам следующее упражнение, которое помогает нам для развития, подготовки наших ног. Упражнение называется «Махи ногами вперед». Выполняется оно следующим образом. Отступаем правой ножкой назад, на буквально 30-40 см. И выполняем с позиции, с этой «Мах вперед-вверх». Обязательно опорную ногу не ставим на носочек и колено не сгибаем. Выполняем «Мах вперед-вверх». Вперед-вверх. 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 8-10 «Махов». Также на левую ножку. Поставили ее назад. И выполняем «Мах вперед-вверх». Вперед-вверх. 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 Отлично. Ну что, наши ножки потихонечку уже растянулись, подготовились. Следующее упражнение, которое мы будем выполнять, точнее, следующая часть нашей тренировки, мы перейдем к основной работе. Немножко подниму камеру. Друзья, я приветствую всех, кто вновь прибывшим, всех, кто вновь подключился к нашему эфиру. В кикбоксинге, так же, как и в боксе, существует всего 6 ударов. 6 ударов, из них состоит кикбоксинг именно руками. То есть, первые два удара – это прямые. Левый прямой, правый прямой. Левый прямой, правый прямой. Когда мы наносим удары, наши плечи обязательно делают разворот. То есть, так называемое движение «ударить с плеча». Это вот заключается как раз в этом повороте плеч. Вторые два удара мы выполняем боковой левой, боковой правой. Обязательно следите за тем, чтобы кисть была у подбородка. Одна рука – щит, вторая рука – меч. Раз, два. Раз, два. Хорошо, посмотрите в профиль, пожалуйста. Раз, два. Раз, два. Удары прямые и боковые наносятся параллельно полу. Соответственно, ни вверх, ни вниз. Параллельно полу, параллельно полу. И также боковой удар. Параллельно полу, параллельно полу. Следующий удар, который мы будем изучать, это удар апперкот Аперкот, либо удар снизу Еще раз хотел бы вам объяснить, что удар апперкот наносится строго в подбородок Строго в подбородок, снизу вверх То есть апперкот идет в голову Удар снизу же наносится по корпусу Он же бодишот, раундхаус То есть удар, который наносится по корпусу Удар по корпусу Конечно, в нанесении ударов и во всем единоборстве есть особая романтика, есть много тонкостей, с которыми нужно ознакомливаться. Через прямой эфир, через буквально часовую тренировку я не смогу вам этого передать, но я хочу показать вам одно замечательное упражнение, которое поможет вам как следует пропотеть, и это будет очень супер. И просто даю вам гарантию, что вам понравится, если вы сделаете это единожды. Давайте мы еще пробежимся по остальным ударам, которые у нас есть ногами. То есть я сейчас камеру еще раз опущу и покажу вам удар ногами. Также существуют удары ногами. Самые первые, точнее первые два, это боковые удары. Маваши геи наносятся в боковую плоскость корпуса. Можно также наносить их в голову, в корпус. Боковые удары можно нанести в лолл кик. Они наносятся по внешней стороне бедра, либо по внутренней стороне бедра. Также существуют удары фронт кик. Это прямые удары ногами, как в корпус, так и в голову. В некоторых разделах можно наносить прямой удар в бедро. Обязательно в бедро, не в коленный сустав. Ну и также у нас существует удар сайд-кик, который используется в таких разделах, как лайт-контакт и сэми. Очень неприятный удар. Если не уметь обходить его, то он может составить огромное количество проблем. Ну и соответственно все удары с разворота, такие как торнадо, вертушка, ушира. Их тоже большое количество. Если вам интересно, я думаю вам интересно, буквально пару раз покажу. То есть удар с разворота в корпус. Еще раз удар с разворота в корпус. И удар с разворота в голову. Выполняется с небольшим подшагом, а разворот вращение ногой. Подшаг, разворот, вращение ногой. То есть сейчас я буквально показал вам всю базовую технику кикбоксинга. Ничего сложного, друзья. 6 ударов руками, все остальное ноги. То есть ничего сложного. Приходите заниматься. Но сейчас в основной части я вам бы хотел рассказать о такой замечательной тренировке, которую вы можете выполнить дома, без тренера, абсолютно без никого. Единственное, что вам нужно, это таймер. Ну, в роли траймера у меня есть вот такой замечательный телефончик, который даже обмотан скотчем. Я постараюсь воспользоваться им. Сейчас зайду в секундомер. Мне нужно всего лишь... Так, где у меня здесь секундомер? Мне нужно всего лишь... Почему-то у нас секундомер здесь не работает. Мы просто читаем время по секундам, даже если у вас нет секундомера. То есть, смотрите, все просто. Мы работаем в режиме табата. То есть все знают, что такое табата. Это когда вы на протяжении 20 секунд работаете, 10 секунд отдыхаете и выполняете эту нагрузку на протяжении 4 минут. 4 минуты. Табата. Замечательная тренировка. Я покажу вам буквально маленький отрезок ее. А дома, конечно, вы уже можете использовать ее полноразмерно, полнообъемно и проработать, попробовать, по крайней мере, на себе это упражнение. Первое. На протяжении 20 секунд просто наносим прямые удары. Не важно ваша техника, не важно положение вашего кулака. Просто на протяжении 20 секунд наносим прямые удары. Просто стоим и вперед бросаем ручки. Вперед бросаем ручки. Сейчас я отойду и покажу сдалека. Обратите внимание на мои ноги. Я ножками как будто бегу на месте. То есть я отошел, выполняю движения руками плюс ноги. Буквально 20 секунд. 20 секунд отработал, 10 секунд отдыхаю. Это первое упражнение. С одной кружки чай. Когда он выходит биться в ринг, ты отдаешь всю свою душу, чтобы он победил. Ты кричишь за него. Когда он побеждает, ты радуешься. Когда он проигрывает, ты плачешь. Прошу прощения, дорогие друзья. Когда он проигрывает, ты плачешь. И все это настолько сближает вас. Все выезды на соревнования, сборы, тренировки. Это все очень сближает. И, наверное, поэтому, да, я приверженец единоборства. Я занимался в детстве футболом. Я ходил в секцию футбола. Но ходил недолго. Ходил только потому, что не умел играть в футбол. И отец меня отдал, мол, сходи немножко мячик, попинай, может, научишься. В футбол я до сих пор не научился играть на профессиональном уровне. Но бегать за мячом и пинать поворотом я, думаю, смогу. Ну, конечно, да, не на профессиональном уровне. Что-то сделать на футбольном поле я обязательно смогу. Дорогие друзья, пожалуйста, задавайте еще какие-то вопросы. Я обязательно все расскажу вам. Все покажу даже, что интересно. Не хочу прощаться. Хотелось бы рассказать как можно больше. Хотелось бы, чтобы та информация, которую я вам выдаю, то, о чем я вам рассказываю, чтобы вам это было полезно. И чтобы вы в действительности это применили в жизни. Хотелось бы еще раз обратиться к родителям, что, дорогие родители, несмотря ни на что, не идите на поводу у своих детей. Не давайте им слабины. А где-то в действительности нужно настоять. Где-то нужно сказать, что, сыночек мой хороший, тебе это нужно. Потренируйся еще, попаши, потерпи и все будет. Каким видами спорта, кроме кикбоксинга, плавания, вы еще увлекаетесь? Кроме кикбоксинга, плавания, я люблю регби. Очень сильно люблю регби. Я часто играю в регби, бегаю с ребятами. Футбол. Ну, к футболу я достаточно равнодушен. А для себя, да, в действительности, раз в неделю я, бывает, занимаюсь футболом. Опять же, фитнес, пауэрлифтинг, называйте, как это хотите, просто тренажерный зал. Я очень люблю занятия с железом. Я люблю поднимать железки, люблю тянуть их. Сейчас в моей жизни появилась новая страсть, это джиу-джитсу. На данный момент мне пока просто нет времени этим заняться, но мне очень нравится. Я отслеживаю и думаю, что в ближайшем времени, я думаю, что даже в ближайшие несколько месяцев я обязательно займусь. И похожу на секцию джиу-джитсу. Это в непрофессиональном плане. А профессионального спорта, конечно, я могу сказать, что не противник, но себя как профессионала, не в любителе спорта, а в профессиональном спорте, который уже направлен на зрелище, который направлен на заработок, я себя не вижу. Я считаю, что зарабатывать нужно головой, работать нужно в действительности головой, а не 12 часов. И заработать на спорте достаточно сложно. Можно потерять все свое здоровье, можно потерять всю свою голову. Прошу прощения за таптологию в таком жестком виде спорта, как единоборство. Но остаться ни с чем. Спасибо большое, что продолжите следить за моими успехами. Для меня это большая честь. Честно скажу, что каждый свой турнир я очень радуюсь. Я радуюсь даже не только за себя. Я радуюсь за свой народ. Я радуюсь за всех своих болельщиков. Я знаю, что в Омске очень болеют за меня, очень любят меня. И несмотря ни на что, в действительности в Омске меня любят. Я не знаю, с чем связана эта любовь. Но много детей подходит. Кайрат, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, конечно. Если у меня есть какой-то там блокнотик, либо сувенирчик с моими изображениями, я обязательно стараюсь подарить ребеночку. Обязательно стараюсь расписаться где-то, сфотографироваться. Вконтакте, всем детям отвечаю в Инстаграме. Всем, кто мне пишет, я стараюсь ответить. Потому что я помню, как, будучи ребенком, я писал своему кумиру. Он был также в сборной России по кикбоксингу. И он мне отвечал. Представьте, он мне отвечал. И я был просто без ума от этого. Но прошло время, мы с ним были в одной сборной. К сожалению, в парах не постояли. Но мы были в одной сборной. И представьте, когда твой кумир становится твоим конкурентом. Это очень и очень круто. И сейчас я поэтому отвечаю всем детям, абсолютно всем. Со всеми пытаюсь разговаривать. И если подходят на соревнованиях, задают вопросы какие-то по тренировочному процессу, всегда это принимаю как должное. Всегда разговариваю. Всегда стараюсь помочь советам, словам, делам, подсказать что-то. И думаю, что рано или поздно один из этих детей будет моим соперником. Спасибо большое. Очень интересно было послушать. Понравилось табата правильно запомнил. Да, это самое я считаю, что качественный вариант нагрузиться. Причем нагрузиться очень быстро и с небольшими усилиями. Если вам становится легко, можно увеличить время. Можно работать не 20 секунд, а 30 секунд. Можно общие подходы делать не 4 минуты, а 40 минут. То есть все зависит от вашей подготовки. Дорогие друзья, ну что, скорее всего мы будем с вами прощаться. Время моего эфира подходит к концу. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы были со мной. Спасибо за то, что вы зашли в наш эфир и задали свои вопросы. Спасибо вам всем. Я хотел бы пожелать вам всем крепкого духа. Хотел бы пожелать вам здоровья. Здоровья. Хотел бы сказать, что обязательно тренируйтесь, занимайтесь спортом. Не профессионально, а для себя. Ходите в тренажерный зал, занимайтесь боксом, занимайтесь джиу-джитсу, занимайтесь футболом, но тренируйтесь. Не оставляйте себя на произвол судьбы. Ведите правильный образ жизни, не пейте и не курите. Будьте сильными, держите удар. Спасибо вам, дорогие друзья, за эфир. Всего доброго. С вами был заслуженный мастер спорта Кайрат Нармагомбетов.